я всем добрый день это наш следующий видео отчет после очного лечения в центре бердавид иерусалим так ну скажу те кто не знает что мы были там дважды и второй раз мы были первый раз мы были в марте 2018 года и второй раз мы были вот буквально недавно с мая в мае и ну переходила в июль 2019 года значит что у нас существенно изменилось именно после очного лечения значит после первого сразу же наши дети перестали болеть вот этими вирусными болезнями как все болеют дети до часто мы болели очень часто у нас начиналось одного ребенка второй подхватывал все завершалось мною мамой ну и вот так вот бесконечно мы неделю лечимся две у нас перерыв и так далее постоянно после в общем еще в прошлом году после первого раза мы побыли у давида с иосефа и в принципе но у нас эта проблема сразу же перестала быть нашей семье так насчет дамира до дамиру сейчас практически семь лет ему будет ноябре месяце и он после именно поездок стал намного лучше обучаться его можно всему обучить и все к чему вкладываешь в него усилия да как говорится свой ресурс он все это дает отдачу просто вопрос к родителям кстати вопрос ну как бы чтобы в вкладываться и вливаться поэтому то чему у нас стоит как у родителей цель его научить он обучается вот ну например такое что вот он сам себя обслуживает вот это вот у нас очень улучшилось сразу же после того как мы побывали в израиле значит он то что там он умывается чистит зубы это все знают уже и ходит сам в туалет именно сейчас скажу с уточнениями по большому сам включает свет этот унитаз все делать все до конца то есть обслуживать себя полностью и и ну в общем это ребенок я могу об этом сказать а вот и что у нас еще если он одевается ну к примеру конечно еще немножко нужно напоминать но это любому ребенку нужно напоминать о том что нужно сложить вещи но когда мы говорим сутам примеру нужно сквозь красивой вещи он все это делает если они например на изнанку то я его научила он все это выворачивает то есть он научился выворачивать ранжен это вообще не понимал как нужно вывернуть да как бы с изнанки на лицо то сейчас он это все делает и даже вот недавно я ему как варю берега давай одеваться его его как бы вещи были вывернуты с изнанки он все это покрутил помертел в руках и вывернул оделся посмотрел где лицом прин horizon перед ним ну то есть до Вот рисунком впереди это все он четко умеет уже. Ну, конечно, как я уже сказала, как любой ребенок, он там может все это разбросать, раскидать, если ему не напомнишь, но, естественно, он этого не сделает. Но это, в принципе, все дети так делают. Что он еще умеет? Сейчас у меня тут подсказка. Значит, он расширился рацион питания. Он стал пробовать другие продукты. Ну, и иногда даже по настроению, вот он может, ну, конечно, не постоянно, кое-какие он как бы расширился рацион, да, точнее, кое-какие он по настроению может их попробовать, хотя бы попробовать. Вот если раньше там вообще даже на вид нет никак и ни под каким предлогом. Вот. Потом еще вопрос по самообслуживанию. Ну, я хоть вот сейчас вспомнила то, что вот он даже, мы его учим чистить зубы. Если раньше он вообще не, ну, как бы мы ему все это за него делали, то после первой поездки он научился полоскать рот, сплевывать воду, как бы все это, да, вот кто видел наши предыдущие видеоотчеты, там об этом я обо всем говорю. Вот, то сейчас я как бы его учу чистить уже, как говорится, качественно. И когда я ему раз показала сверху, снизу, и он как бы, да, вот, ну, процедура чистки зубов, вот, он там и с верхней зубки, и нижней, все это, ну, как бы, да, нужно напоминать. Конечно, как любому, опять-таки, ребенку не напомнишь, сделает как-нибудь. А вот, лишь бы мама не приставала. Так, у нас улучшилось, ну, как бы раньше вообще не было, он все, он не понимал этого, то сейчас у нас их очень, ну, неплохо, я считаю, получается межполушарная гимнастика, да, вот когда, ну, все знают, что это такое, у него, то есть, очень уже так хорошо получается. Вот, а раньше у нас не было даже вообще, ну, не имитации, но это было давно, конечно. И вообще много чего у нас было, чего я уже, честно говоря, не помню, потому что к хорошему быстро привыкаешь. И когда перед тем, как писать этот видеоотчет, вот, я вот много вспоминала, что же было, что улучшилось. Потому что нам, родителям, часто кажется, что вот, ну, якобы там маленькие изменения, но на самом деле же, на самом деле, если вспомнить, что было раньше, поверьте, ну, все мы знаем, что это было, ну, как бы небо и земля. Вот, что еще, ну, как бы, у нас много, очень много всяких улучшений, он, у него осознанный взгляд, он очень четко понимает, когда о нем говоришь, когда с ним разговариваешь, на равных, как со взрослым, вот это все у него есть, то есть взгляд другой осознанный, он наблюдает за детьми, то есть у него, он, вот, явно я вижу, что вот именно после очного визита в Израиль, что он, вот, он не в своем мире, он живет в нашем мире, просто ему нужно всему-всему обучить, то, что было, как говорится, ну, было упущено, и то, что, ну, потому что это было действительно органическое поражение, вот, как нам Йосефа и диагностировала, это все совпадает с официальными медицинскими документами, вот, такой момент, что у нас улучшилось письмо, раньше у нас вообще он ручку как-то так держал, но он ее вообще очень слабо тыкал грифелем в карандаша, вот, ну, как бы так вот, в лист бумаги, а то сейчас он, ну, как бы так уверенно держит ручку и раскрашивает, держит границы, вот, раньше не было этого всего, вот, еще я научила его за вот этот период, в принципе, по прописям писать цифры и буквы, то есть он умеет вот по пунктирным образцам, да, вот этих вот для дошкольников, которые перед первым классом, он умеет это, ну, как бы, понимает, что от него хотят, что нужно соединить линии, да, не всегда, там, есть желание у него опять-таки, да, заниматься, но если есть, и если у мамы есть на это, как говорится, ресурс научить ребенка, да, и вот он мы совместно, ну, как-то, когда действительно ты ребенка понимаешь, принимаешь со всеми его неумениями каким-то, то, ну, как бы, вот наш домерчик, он дает отдачу, он старается, очень старательный, вот сейчас он, кстати, занимается в центре развития, я его жду, и вот преподаватель, которая, ну, вот, занимается с ним, она, вот, говорит, что он очень старательный, очень такой вот мальчик, поэтому, ну, если раньше этого не было, вы знаете, да, вот там и сидеть долго мы не могли, и там, ну, это было давно, в принципе, уже, вот, и что касается нас, родителей, вот, очень существенно меняются, я считаю, после очного визита сами родители, потому что у нас, вот, что касается меня, самое-самое основное, за что я очень благодарна Давиду с Юсефой и всей команды центра Бэйр Давид, за то, что, как бы, у меня поменялось отношение к сыну, вот, во-первых, то, что раньше до этих поездок я думала, что он у нас, ну, действительно отсталый, ну, как бы, да, инвалид, одним словом, то после поездок у меня существенно поменялось отношение к сыну, что это такой же ребенок, как и все детки, просто нужно действительно помочь и научить, вот, безусловная любовь, конечно же, принятие этой болезни появилось, вот, если раньше это все было на раздражении, вот, ну, как бы, это не принятие было, то сейчас, ну, как бы, с пониманием и с терпением. Спасибо вам, Давид, от души, благодарю вас за это. Ну, естественно, конечно же, отношения в семье поменялись, потому что, когда меняешься ты, в связке с тобой меняются, ну, естественно, близкие люди, это само собой разумеется. Вот, появилась такая уверенность в жизни, свет не в окне, а даже свет вот там впереди, который мы обязательно достигнем, и, ну, вот, еще самое очень важное появилось то, что, ну, ты ребенка не стесняешься, ну, вот, это вот самое-самое основное, я считаю, в развитии детей, когда в общественном, ну, нужно почаще выходить с ними, не стесняться и не думать о том, что наши дети отличаются от других детей. Это все, как говорится, временно, временные трудности. Поэтому большое спасибо. Центру Бердавид. Опять же, повторюсь, что мы были там дважды, с перерывом в год ровно. Вот, и благодарю Давида, Йосефу, доктора Аркадия, Марину, Асаафа и Шлома. Вот. Большое вам спасибо. В общем, продолжение еще следует. У нас будем записывать. Ну, и по ребенку, конечно же, самое главное, то, что, ну, вот, он меняется, и я это вижу, и я в это верю, и я знаю, что все будет хорошо. Это просто процесс, длительный процесс, которым нужно, как говорится, достойно пройти и помочь своему ребенку. Вот, главное, чтобы была цель. Вот, еще самое главное, что у меня появилась цель после вот этого лечения, что действительно цель. Если раньше была, ну, как, коррекция, то сейчас вот мне бы хотелось, как и любому нормальному родителю, чтобы ребенок был полностью здоров. Всем всего доброго. До скорых новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok